Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! При упоминании об ажурных комнатных обитателях, в первую очередь, перед нашим взором неизменно возникают филигранные ваи папоротников. Непревзойденная черта короля природной импровизации, объединяющей все папоротниковые, это изобилие ажурных, словно выполненных рукой искусного ювелира, тончайших миниатюр, а также величественных благородных деталей. Едва ли кто-то сможет остаться равнодушным такому гостю тропических ант, как Адиантум Радди. Благодаря своим климатическим условиям, отличающихся повышенной влажностью, особенностью природы ант является большое видовое разнообразие папоротников, ставших прародителями множества культиваров, а также буйства прекрасных эпифитных, летофитных, миниатюрных форм растений. Как и во всем мире, в вандах остро стоит проблема выброса в атмосферу парниковых газов. Вследствие ряда экологических проблем, многие виды растений в вандах находятся под угрозой исчезновениям. Влажные тропические склоны восточной кордильеры практически не возобновляются, и лишь благодаря усилиям энтузиастов растений водов удается не только сохранять, но и получать прекрасные культивары, популярные гибридные формы и миниатюры. Это удивительные растения, которые меняют цвет вай в зависимости от степени взросления. Высокая декоративность не оставляет равнодушными и стимулирует широкое распространение. Мелколистного культивара в качестве домашнего и оранжерейного любимца. Изящные резные ваи не превышают 20 сантиметров в длину. В моем экземпляре чаще всего ваи не превышают 15 сантиметров в длину и расходятся от ползущего корневища. Понялкающие ваи второго ряда усыпаны удивительно нежными, перистыми, крохотными листочками, размер которых не превышает 4 миллиметров шириной. В домашнем декорировании Адиантум обязательно займет свое королевское место в вертикальном озеленении по краю аквариума или украсит с собой фонтанчик. Адиантум Родианум – большой любитель влажного воздуха. Изумрудная зелень взрослых вай органично сочетается с молодой порослью желто-салатного и розового оттенков. И не лишним будет напомнить еще раз, что ползущее горизонтальное, очень цепкое корневище растения располагается почти у поверхности почвы. Адиантум не любит сырость, но предпочитает влажный воздух и полив чуть теплой водой обратного осмоса мелкими порциями. Как правило, виды рода Адиантум растут на богатых, влажных, хорошо дренированных субстратах. Ажурный паморотник – прекрасный архитектор настроения. Сказочно нежные ваи, поникающие, создающие элегантные силуэты Адиантума, требовательны к освещению. Северная часть моей домашней оранжереи пришлась ему по душе, а также близость увлажнителя воздуха. Мне лишь остается досвечивать утренние и вечерние часы лампами бикалорного освещения, создавая полок тропического леса. Избегайте прямого попадания солнечных лучей. Поразительно изящные ваи настолько нежны, что прямое солнце для них купительно. Более подробно о строении вегетативной системы, а также опасностях, подстерегающих наш папоротник во время летнего пребывания на природе, вы сможете узнать, посмотрев видео Адиантум Фракранс, экстренная пересадка и холь. На моем столе находится его главный герой, тот самый Адиантум, который мы лечили и пересаживали. И как вы можете убедиться, он благополучно себя чувствует и наращивает обильное количество новых маленьких ваи. На самом деле, уход даже за таким хрупким созданием, как мелколистный розовый рать, вовсе не сложен. Ведь не даром папоротники – самые древние формы растений на Земле с завораживающим природным магнетизмом в любови к жизни. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайки. Продолжение следует...